всем привет меня зовут виктор и продолжение игры горизонт zero да он в прошлом выпуске в прошлом серии остановились на том что все таки я добрался до этого бункера посмотрел на эту замечательную броню вблизи и и и развернулся и ушел потому что нужно оказывается еще три топливных элемента где-то нарыть чем собственно говоря будем заниматься потому что прям уж но очень она мне уж понравилась эта бронь к ну скорее всего на где-то в конце в конце должна быть до клад смерти какого ты уровня то так это основной доклад смерти 18 но херстом бы давай доберемся попробуем стопишь я вчера когда вышел отсюда во где-то мне здесь куча заданий показывалась вот в этой деревне да давай мы вот сейчас до сюда попробуем добраться сейчас до сюда попробуем добраться посмотреть россию между 26 уровень я чуть не понимаю чё ну так копьем то херовый бьет блять муж какой-то у меня копьё как херовая потому она херово как верный бьет муж есть копья получше а то и каким-нибудь там позорным копьем игра но она синяя как бы такое или круче нету копьё копий код копьев да ну что где его взять к бары копий нету а если я и возьму копьё на туда перемотает этот иди сюда вот только лисиц убивать нормально о деревца нету он здесь она залезть и не сможет а я вообще в ту сторону то бегу ну понятно да то есть я как обычно даже не в ту сторону пошел ухать что-то слушай в этой игре у меня топографический кретинизм прям на высшем уровне я прям бахери никак не могу я блин с этой картой как-то освоиться привыкнуть уже какой какой день играю все по херу нахер нехер было желтым глазом на меня смотреть сам виноват желтым глазом на меня посмотрел а ты еще кто такой за рам сеть хочешь да ну вали нахер отсюда что 5 больше не видел жвачник так ну я почти добрался да о зайчик все у меня мясо на фул обалдеть так вот тут какие-то задания есть я принципе за ними то есть и бежал фея ну привет фея фея он скоро умрет тут ничего не поделать я видела как умирают но не в таких мучениях я хочу быть сильной как ты но но я не могу ему помочь у меня даже нет сонной ивы чтобы унять боль сонная ивы была в тайниках на восточных тропах но я не могу оставить его а может ты сходишь вместо меня конечно ему бы чуточку и вы стало бы легче что произошло с этим воином его ранили в сражении когда на войско напали на гряде нести его до сердца матери было нельзя принесли сюда я должна его утешить но я могу лишь шептать напомнить об улыбке матери так что тебе нужно сонная ива это масло из коры водяной ивы она помогает унять боль запас иссяк но охотники хранят сонную иву на тропах подальше от зверей и машин в тайниках на восточных тропах могла остаться понятно так ладно я выспрашивать тебя полностью там кто я что я зачем я хоть как-то помочь этому конечно давай поможем давай поможем сейчас еще задание возьмем так ну-ка ты барыга вот нет у них копий нету скорее всего на копье то и не апгрейдится да ты ведь илой все говорят о твоей победе в злости беса стоять рядом с тобой большая честь давай без этих церемоний о ком ты молиться о моей сестре на кури она пошла на север искать карха по имени заид он водил красные набеги я волнуюсь пору набегов я была в изгнании тяжело вам пришлось десять лет карха нападали без предупреждения такие как заид убивали воинов и уводили людей чтоб принести в жертву но потом их безумный король умер матриархи говорят его сын хочет все исправить но на кое этого мало я ее поищу благослови тебя мать матриархи уже не разрешат ей вернуться но я просто хочу знать что она жива она прошла через венец матери там живет тетя салай расспроси ее может они виделись кто их знает так давай мы максимально близко портанемся к этой местности так теперь главное правильно путь задать ох ты тут не обозначено как место обитания не хочу с вами драться я и так уже столько времени на эти там драки с вами провел потратил броню возьму а потом вас всех тут поперемочу ну тогда лови козленивич вот слушай я не понимаю он блять сраного пятого уровня он сраного пятого уровня я просто в ахере а это что еще я вот как баланс устроен я ничего не понимаю какая-то тварь пятого уровня которую я просто уже 5 раз сильнее меня убивает как это блять может такое быть а вот объясните пожалуйста тварину которую ну 5 пятого уровня ну как вот как вот на 5 раз сильнее я получаюсь ну то есть я как я ну хотя тут тут же не это как бы не уровень роляет тут же статы то не прибавляются здесь только крутость оружия стой ну-ка подожди а может быть я могу свое свое вшивое а так я копье даже я апгрейдить не могу я даже копье апгрейдить не могу потому что канатомет у него урон на 150 то есть я могу канатами то есть она не апгрейдится ничего то есть получается это синее копье номер а ну-ка а 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 ну-ка давай-ка я попробую щас с канатомета бахнуть ой блять непонятно ну-ка и что а то есть он на привязи что ли или подожди я могу канатом стрелять то есть я его привязал урон ну по сути дамаг идет 150 там написано было урон этому брони а как-то не особо похоже что там брони это был урон о кабанчик даже кабана с первого раза не может убить его потому что хири хири тогда мне придется что-то выбросить ну понятно в общем надо это значит как бы уровни тут они вообще не роляют у нас тут только оружие роляет так давай скачи нормально и не падай так а там эти вон откуда divided так было что отсюда до швы до 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! А это что такое? За контейнер? Конвейер какой-то? Охереть! Это что такое, блядь? Изобразили тут прям... Ё-моё, блядь! Олюбовался, стоял, блядь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, анатолий, лекарства же... То жрёт у тебя лекарства, то не жрёт у тебя лекарства. Не поймёте... Элочку эту. Ну, точно, Элочка же. То в бою прожимаешь, захавает. То ничего не хавает. Так, ну тут надо аккуратней, да? Получается. Давай. Даже гремучник это... А, это снаряды, да? Ну, копий нету, нету копий в продаже. Ни хера тут не продаётся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 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 так. Что нам, что нам, что нам, что нам, что нам? Что нам нужно тут продать? Так, продать я собирался, да? Так, продать я собирался. Модификации, которые... Которые зелёные модификации я собирался продать. Потому что они мне не нужны. Так, а мне, кстати, надо, знаете, чё? Так, мы это продали. Отлично. Ресурсы, ресурсы я не... Мне надо вот так вот... Изготовление... Урон. Урон. Так, может снизить урон? Снизить урон, может быть, повысить дамаг? Так, вот я вот и думаю. То есть я с него буду вообще прям бомбить. Или подожди, этот у меня прокачан на огонь, да? А может быть мне вот этот... На урон прокачать? Вот это у меня на броню. А вот это вот на урон 45, да? Вот так вот. Может быть ты у меня так будешь? По... 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 78 стало, да? У тебя урон херовый, но ты броню колотишь, да? То есть вот этими... 105 броня ломается. Вот этими стрелами. А вот этими... Урон хорошо идет. Вот эти вот у меня урон хороший наносят. Получается, да? Вот. Затмение. У меня не отображается ни одного визера. Полагаю, тут ты сама справишься. Вперед. Спасибо. Кто б сомневался. А вот. Есть кустики. Кустики главное есть? Давай присядем. Так, броня. Броня... Вот этот херачит броню, да? А дамаг... Вот этими. Ну-ка. Башку. Ну, проснулась. Блин, ну да. По дамажестей. Все. Разобрались. Разобрались. Какая затравка. Затравка. И здесь еще одна. Продолжение следует... Клад смерти в тени железного беса. Прекрасно. Я просто в ахере воду. Костер. Где костер? Он там дальше, да? Так, давай мы до костра дойдем. До костра. Дожди, а где мне этих-то? Чудаков-то тут попрятались, что ли? А, они же вот здесь где-то, да? Отлично. Они и внутрь пробрались. А ты так удивлена, что ли? Этому, да? Ну, поверни мордашку. Ну, тогда подходи. Как всем рядом? Скорее, тушите! Ах! А-а-а! Входим! А-а-а! 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 Какой-то крутой, что ли? Или что? Я понять не могу. Че он такой, сука, неубиваемый? Все, тебе конец. Точно? А ты где, мужик? Эх! Твое предсказание не сбилось, Аванга. Ну, что ж, вот так, оказывается, выглядит свобода. У нас 30 секунд. Пособых успеет за это время доделать свой рассвет. Неужели все? Скажу откровенно. Для меня было честь усложить рядом с этими дарами. Приготовиться к бою! Битва, застывшая во льдах и во времени. Отходите. Он тропался. Кидает нормал оборону. Он приближается. Ты это видишь, Сайленс? Сайленс! А он тебя кинул. Сайленс, ты это видишь? Что именно? Все эти солдаты здесь погибли. Люди гибнут каждый день. Найди что-нибудь заслуживающее внимания. Он прав. Он прав. Более чем. Более чем плачевно. Убита. Статус убита. Может, мертва просто? Почему она убита? Может, она, блядь, не убита была от голода там ласты склеила? Или от холода? Ну, может же такое быть, да? Что она как бы выжила? Просто потом от голода умерла. А тут сразу статус убита. Ну, ладно. Разработчикам же виднее. Это что, мне туда теперь спускаться? Жди, как и что? Стой, мне кажется, я тут еще не все смотрел. Чтоб туда спускаться. Да, да, да. Вот именно. Все. Теперь все, да? Танки такие прям. И че? Мне, блядь, вниз прыгать? Или че? Куда? Элла. Ты говори, че делать-то? Я ж не вижу, я ж не знаю. Ну. Ёптать. А вниз-то сложнее спускаться, чем вверх. Ага, да. То есть мы спустились. Ну, окей. Окей. Водичка. Епать. Ну, только вот не говорите мне, что и здесь топливные элементы нужны. Я вам где столько этих топливных элементов-то нафармить должен. А, ну. В принципе, тут можно было и просто нырнуть, да? Очень освежает. Занырнуть с самой вышины. Эй, ну и че? Я сюда спустился-то? Что, мне сейчас заныривать глубже плыть, что ли? Ладно. Сундук я вижу. А, ну понятно. Под воду. Бля-а-а-а-а-а-а-а. Блэт. Блэт. Лишняя тяжесть. Хорошо. ну и чё мы туда не можем плыть и лечь ступик да что ли тупик не мне каза мне почему-то казалось что там дверь открыта или ты нырять разучилась или чё ла алла то есть там закрыта дверь да ладно так и тогда все более чем интересно может нам тогда туда отсюда я спустился и отсюда пришел опять как обычно какую-нибудь херню пропускаю не вижу а здесь можно занырнуть здесь тоже как бы особо-то нырять некуда а вон куда понятно в принципе иногда надо на карту поглядывать просто на мои на маячки да то есть они показывают куда надо бежать отбегу пока говорит водички налью то ли местное ополчение то ли ребята из безумной пятнадцатой подпалили мусорное пятно ах все море полыхало это было как по ботам в первом эшелоне стекал горящий шлам мы выиграли час-два долбили их на берегу а потом рой перестроился мы замалили их вглубь суши по городским кварталам смазали здание и били электромагнитный стандартная тактика когда я была в калифорнии мне было лет пять шесть там освещение как тот винтажный фильтр для социалок который все ставили в сороковых успел успел так ну на восточном побережье еще до калифорнии моря и по востоку прогнозы были кучу три недели нас гоняли в какой-то прибрежный городок чтобы мы тренировали все время шел дождь целый квартал сборных казарм ах ты ж блять прервался запись а это ох то тут три топливных элемента находится вот что мне тут надо собрать окей меня это радует сейчас три топливных это место с топливными элементами а или это подожди или это это мне приказали напомнить вам про параграф 115 устава базы про нецелевое использование процессорных циклов а конкретно про пункт 115C голографические симуляции не связанные напрямую с боевой подготовкой считайте вас предупредили можете играть дальше опа опа люди люди через играли даже на войне находили время чтобы поиграть и спасибо за письма на службе время летит быстро за 4 месяца уже сколько 20 высадок по всему западному побережью с нами тут рекруты из гражданских щуплые мальчики и девочки никакой подготовки вот вам излучатель увидите бота стреляйте но все равно как-то держится ребята мы с 6 биллядой заварили бора на литийум печи пришлось потом быстро отступить но как это громило вспыхнуло надеюсь это показали в новостях пусть и не знают у нас все-таки есть шанс надо только выиграть время для нового рассвета а потом все снова станет как прежде аааа так вот как было прежде то вот как было прежде видишь они выиграли время и стало как прежде только он не уточнял прежде это был железный мир видимо они так привыкли прежде только не уточнял потому что это скорее всего до того как было у них прежде стало так здесь где то еще запись есть вот она это текстовая запись шестьдесят четвертый шестьдесят четвертый год всего одна кровать может это комната их вождя может быть пятьдесят пятый а не пятьдесят пятый вспоминали у нас пятьдесят пятый еще не наступил вот так то как бы об этом не пожалеете вот и нам надо топливные элементы найти поэтому ты броню хочешь 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 броню ищи топливные элементы все и не бузи заперто отлично как я обожаю запертые замки вы бы только знали красный свет видимо нет питания давай поищем питание да а вон замки да отлично вон замки три раз внизу вверху а мне то какие нужны даже стоп я щас прыг блин так давай ка мы сперва вниз спустимся ё-моё а что ж у вас так много то замков галлографический интерфейс наверно какой то шифр может мне простонировать объекты в этой зоне вы все спрашивали как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы в общем так птица летит на север летом на восток весной на запад осенью и на юг зимой не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника майка я как всегда не предсказуем птица летит на север что ты блять сказал это полезно только где здесь север до лето юг зима здесь что-то там понагородил то чудик какой из вас север то что из вас север так а там ниже еще есть спуск нет здесь ниже мне не надо потом он будет подняться туда перепрыгнуть отлично еще раз можно вы все спрашивали как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы в общем так птица летит на север летом на восток весной на запад осенью и на юг зимой не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника майка я как всегда не предсказуем на юг зимой на север летом да нет дожди на юг зимой но с него допустим это север да и чё летит на север на то стороны света значит получается это вот получается сверху это север то вот здесь значит должен быть юг юг внизу будет юг потом еще давай еще разок вы все спрашивали как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы в общем так птица летит на север летом на восток весной на запад осенью и на юг зимой не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника майка я как всегда не предсказуем и чё тут что-то должно произойти так а если мы вот этими стапами я просто запад восток путаю поэтому отлично пи вот все все тут короче если правильно подбираешь значит это срабатывает окей а здесь туда чё тоже самое что ли надо сделать север потом то есть во всех что ли вот этих трех комбинациях мне нужно сделать то же самое а тут ничего не происходит а здесь показано по моему он когда то есть вверх два верха два низа вот здесь показано и окей хорошо так мне теперь еще запрыгнуть надо тут сомневался что она здесь прыгнет просто мухват такой наш так только теперь вот здесь вот что у нас а здесь подсказано да то есть вверх потом вниз ну тут тут попроще да ну и чё дальше а теперь нам нужно к двери да а теперь нам нужно к двери как это вери так же мы сейчас он туда прыгаем да ну а а видимо есть другой путь только нам про это никто не сказал о это топливный элемент и о мое ну все мужики подходите по одному подходите ребята подходите есть еще желающие нету есть не идет какой то ну ну и и и и и и а враг тебя видит и 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 Еще 10 хп к здоровью, ну, где-то он там, а как тут есть вход да хорошо путешествуй что-то тут ты постоянно мне это повторяешь то грибов только давай возьмем грибы что ты можешь взять грибы так а мне вниз или вверх ладно пока что мы вот сюда сходим я здесь видел что-то тут было где-то я видел где-то я что-то видел тут вода вот это и так сейчас мы опять куда-нибудь залетим ептать залезем стой подожди я вот но я сюда прыгну и чё а внизу чё ну как бы тут внизу ничего нету да ну давай сюда да и зачем что здесь ничего то есть мне сейчас стой у тебя это херня ну-ка давай ты для чего вообще что мне с тобой надо делать ну-ка ну-ка вот так и что чё то я малость это того чё то я малость того зачем канат нахер мне этот трусострел или как он там называется не она мне машины походу получается я же им тогда стрельнул в этого мудака машину привязал спасибо тебе за письма на службе время быстро сколько уже и месяц работаем вместе с рекруты подобрали из гражданских но все равно как-то держится ребят с 6 батальоном завалили горы а это уже было ёптать мы это уже читали надо только выбрать время для нового рассвета знаю я давно не отвечал прости меня операцию теперь глядся подолгу и каждому приходится вкалывать за десятерых это как семейный бизнес я вижу тебя отчет о состоянии лейтенант фиона мюрал командир девятой механизированной бригады на боевом духе личного состава все так же негативно сказываются бои столкновение с чумой пару в особенности когда эти столкновения происходят в районах где идут тяжелые бои с участием ополчения масштабы характер потерь понесенных ополчением и гражданскими лицами в этих зонах невозможно описать и эта картина породает в бойцах подразделения давящее чувство безысходности поэтому я еще раз настойчиво прошу чтобы девятую механизированную бригаду временно передислоцировали на объекты имеющие ключевое значение для нового рассвета я также еще раз прошу поставить меня в зависимость о сроках завершения работы над проектом угу эймс я уже не знаю жив ли ты мне приходят письма якобы от тебя но они какие то как будто их склеили из обрывков раз и ты не упомяешь ничего из того о чем я говорила это зона сдерживания противогаз бунты одна земля то что случилось в палоском пузыре это это не роботы они даже не могут мне ответить напрямую они даже не могут мне ответить напрямую жив ты вообще или нет говорят раз сообщения от тебя приходят значит ты еще боеспособен так не честно эймс не честно что тебя не будет со мной рядом когда все кончится я люблю тебя как печально гулиева а это этот там лежа гулиев там лежал да эймс я знаю что шлю весточки слишком часто просто я горжусь тобой мы все тобой гордимся нас переселили на 10 км вглубь материка на всякий случай школа пока работает слежу чтобы андрос и реджи делали уроки нам не говорят где ты сражаешься но когда над нами пролетают транспортники дети выбегают и машут я верю в тебя я знаю мир уже никогда не станет прежним но я верю в тебя я верю в нас Edition эта карта земли мир Мир? Планеты Земля, Эллой. Мир не плоский, как ты думала. С чего бы мне так думать? Когда случается затмение, тень на лоне кривая. Значит, мир — шар. И вот так он выглядит издалека? Обсудим это в другой раз. Не отвлекайся. Роботы Фара заполонили мир, пожирая всё на своём пути. И как-то Элизабет их остановила, пока не стало поздно. Но как? Блин, такое название — клад смерти. Ну, в кладе смерти же. Должен быть какой-то клад. Кроме топливного модуля же должен быть какой-то клад. Вот, то есть топливного элемента. Потому что иначе смысл... Смысл называть кладом смерти в том, где клада нет. Как-то... Как-то неприкольно получается. Так, ну тут хоть дверь открытая, да? Дверь хоть открытая — это хорошо. Я это не унесу. Ох ты. Это те щупальца, которые... На горе, что ли, валялись? Это его щупальцы были, интересно, или нет? Хибанус. Охереть. Они же не решили его пробудить. В смысле, не решили. Поберегись! О-о-о-о. Солнце и тьма. Отлично. И он двигается. Убить истребителя и сектантов, да? О-о-о. Охеренно. Непременно. Ну, приступим. О-о-о. 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 и он двигается стой подожди а как мне не ну мне тогда только подожди давайте хотя бы этих мудаков сперва похороним до здорово здорово ладно я предлагаю на этом остановиться разбираться с этим уродом мы продолжим следующей серии спасибо всем за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии всем пока и до новых встреч